В театре «Артистическое созвездие» премьера спектакль попутчиц с комфортом или купе повышенных удобств. Художественный руководитель театра Евгений Важенин с удовольствием рассказывает о том, что автором пьесы стала Ольга Степнова, которая живет в Академгородке. Впрочем, это не мешает ей писать сценарии для сериалов, которые снимают в Москве, пьесы, которые ставят по всей стране. Помогает ей в этом деле муж, ведь порой за короткий промежуток времени нужно написать текст к сразу нескольким сериям. А началось все с иронических детективов. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях главный режиссер и художественный руководитель театра «Артистическое созвездие» Евгений Важенин, а также писательница Ольга Степнова. Рада вас у себя видеть, тем более, что пополнился репертуар новосибирской «Артистического созвездия» новым спектаклем. Вот длинное такое название «Попутчица с комфортом» или «Купе усиленных удобств». Ольга стала автором пьесы. Название тоже осталось или что-то изменили? У меня первоначально называлось «Москва-води-восток», но частенько меняют название. И не только название. В принципе, мне очень нравится такое название, интригующее. Интригующее, да. Дело в том, что режиссеры иногда преподносят сюрпризы авторам. Не только меняя название, но и действующих лиц. Здесь вместо пяти, шести у нас три действующих лица, двое основных. И, как сказать, третий лишний, так называемый, это проводник, и он же детина там. Там, получается, пришлось же и диалоги переписывать, значит, да, вот раскидывать. Ну, кое-что, да, приходилось. Ну, я заручился разрешением живого классика. Я, в общем, не против, а живой классик не возражает. Вот. Дело в том, что пьеса мне очень понравилась. Меня познакомила с Олей Светлана Галкина. Как так получилось, что начали писать сценарии для телефильмов и пьесы, и книги? Получилось случайно. Я сначала писала книги в формате «Иронический детектив». И один из детективов решили экранизировать. Поскольку у меня уже была практика экранизации до этого другой книги, я решила, что этот сценарий я буду точно писать сама, я никому его не отдам. Вот. Ну, и мы с мужем, с Димой, начали писать, и параллельно нас позвали еще на другой проект. Вот. И так, в общем-то, мы в сценарную работу. А что сложнее, писать книгу, либо писать сценарий? Совершенно разная работа, несмотря на то, что, казалось бы, работаешь со словом, но настолько это по-разному. Разная работа и даже навыки разные, казалось бы. Вот. Какие сейчас сериалы идут и над какими работаете смотреть? Прошло недавно «Доброе имя» с Башаром. Марат Башаров играл и Екатерина Валюченко. Вот. Сейчас снимается и моего отца. Вот как-то приходится контактировать с актерами, настраивать их, рассказывать, что вот это такой персонаж, а ты его немножко неправильно играешь, я так и с актерами все иначе. Конечно, с актерами нет, но кастинг нас частенько просят уточнить, проводить. Вот. И даже и продюсеры просят, обращаются, и режиссеры говорят, а кого вы видите в этой роли, кого вы в этой роли. Вот. Еще, правда, ни разу не было такого, чтобы мы предложили. И взяли, да? Но мы надеемся. Вот на роли Марата Башарова кого вы предлагали другого? Так. Вот вспомнить бы. У нас на самом деле очень уже богатое... Так. Кого же мы хотели? Не помню. Ну вы... Не помню, что Макарова, с Макаровым, с Лешей, вы даже договаривались, но это было как раз по экранизации моей книги. Вот. Так, а вот там не помню, вот не помню. Хорошо, будет время вспомнить, потому что у нас прямо сейчас небольшой перерыв. Мы посмотрим новости, а после продолжим наш разговор. У нас в гостях художественный руководитель театра «Артистическое созвездие» Евгений Важенин и писательница Ольга Степнова. Буквально мама и папа спектакля «Попучица с комфортом» или «Купе повышенных удобств». Его премьера состоялась 8 ноября. О том, как из книги получается сценарий, гости рассказывают в нашем интервью. Евгений Важенин – заслуженный артист России. Успеха на писательском поприще добилась и жительница Академгородка Ольга Степнова. В прошлом журналисты она выпустила несколько иронических детективов, написала сценарий к популярным российским сериалам. А мы продолжаем нашу беседу. И я напомню, что сегодня у нас в гостях художественный руководитель театра «Артистическое созвездие» Евгений Важенин, а также писатель Ольга Степнова. Говорим мы о премьере, о премьере спектакля с длинным названием, как я уже сказала, но с интригующим «Попучица с комфортом» или «Купе усиленных удобств». Давайте немножко обсудим сценарий. Раз уж так получилось, что у нас в студии и режиссер, и сценарист, что исправляли, над какими сценами спорили, не спорили, что меняли? Ну, я поменял довольно много, как сейчас выясняется. Например, у вас есть персонаж, такой мудрый старичок, который в конце истории, ближе к концу, встречается с героиней. И как бы сказать, говорит, ну, что случилось, и как бы пытается ее утешить. Психотерапевт такой. Да, такой психотерапевт. А я отдал эти слова. Кожи не будет, видимо. Ну, оно предполагалось за кого. К тому же «Проводнику». Конечно, он не тот персонаж, который хотелось бы, но я обратил внимание на то, что параллельно идет история по вагонному радио. Да, да. Это отдельная история. Там отдельная история любви. Отдельная линия, да. Линия. И то, что взаимоотношения героев повлияли на «Проводника», и он по-другому взглянул на взаимоотношения со своей женой. Это для меня было важно. Вы знаете, вы мне раскрыли, раскрыли, будем, моего зала. И не планировала, в общем-то. А я так и не планировала, но получилось. Да, и с ним что-то произошло, потому что он такой циничный мужичок, так относится к женщине. Погулять не против, погулять. Пошловатые какие-то вещи позволяют себе. А к концу он видит, что совершенно два незнакомых человека антагонисты, в некотором смысле. Вдруг у них возникает искра такая любви настоящей. Она тоскует, плачет. Мы ввели туда еще песни. А какие песни? Пойдя новые песни. Они поют песни лирические, про любовь. Известные какие-то? На французском языке. Вот только как представляете, могут ваши персонажи, которых вы родили, так скажем, петь песни на французском языке? Ну почему нет? Если же они уже запели, то уже да. Плюсик Евгений Владимирович. Здесь драматургия, в общем, она отличается чем, допустим? Что ее можно трактовать и так, и так, и так, и так. То есть я пишу изначально текст, давая какие-то варианты режиссеру и актерам по-разному трактовать характер. Ну вот смотрите. Понятно в каких-то рамках, но тем не менее. Много же пьесы в Новосибирске? Ну и не только в Новосибирске, в Москве, да? Допустим, почему выбрали именно эту пьесу, именно вот Ольге? Я не люблю пьесы, которые уже каким-то образом немножко истрепаны, значит, театрами, антрепризами. Довольно известны у них интересные пьесы, само собой. Но я в своей работе пытаюсь находить авторов хорошо, если они родились, и мы познакомились именно здесь, в Новосибирске. Допустим, Владимир Солодов, Елена Венедиктова и вот Оленька. Это уже три только новосибирских авторов. Это очень хорошо. Почему? Потому что, во-первых, можно продолжать. Кстати, Оле хочется спросить, где легче и комфортнее работать? С новосибирскими режиссерами, либо с московской публикой? Вот те же сериалы, фильмы. Мне кажется, в Москве конкуренция большая очень. Ну, конкуренция большая, но, конечно, здесь, скажем так, приятно, потому что когда личный контакт, естественно, это и на работе сказывается положительно. Ну, в общем, сказать, что мне работа какой-то дискомфорт с Москвой представляла, я, конечно, тоже не могу сказать. Ну, там все-таки больше режут сценария, меньше советуются или как? В чем отличие? Ну, нет, в принципе, и советуются, и принимаем участие. То есть такого, что меня там игнорируют как автора, конечно, такого нет. Ну, бывает, что на экране видишь что-то совершенно непротивоположное тому, что ты имела в виду. Бывает такое. Бывает хуже, бывает, кстати, и лучше. Я не могу сказать, что прям все мои гениальные замыслы режут. Вот я еще, кстати, знаю, была какая-то история с фамилией, да, что Степнова – это псевдоним. Да, у меня, фамилия моя Степанова, по мужу. Вот, когда мне издавали первую книжку, мне сказали, что Степанова у нас уже есть, такая есть хорошая писательница Татьяна Степанова. Вот. Придумывайте что-то другое, да? Да, придумывайте что-то другое, но мы перебрали очень много вариантов. Потом мне, в конце концов, редактор говорит, ну, что вы мучаетесь, давайте, говорит, одну букву берем. Я говорю, давайте. Уже облегченно вздохнула, я сказала, ну, давайте, мне действительно. И так настолько уже прижила, что я теперь Степнова, а он Степанова. Он нас теперь Степнова Степанова называет. Вот. И теперь хочется задать вопрос каждому в отдельности. Про что ваша пьеса и про что ваш спектакль? Ну, первый вопрос, наверное, Оле, да? Про любовь. Про любовь. Про любовь. А про что спектакль? Ну, про любовь, конечно, тоже, но не только. И взаимоотношения между мужчиной и женщиной в более широком смысле. И еще хотелось бы сказать спасибо большое Оле за то, что там в этой пьесе есть очень много интересных вещей. Например, интрига, детективное начало там есть, конфликт есть, и сближение, и юмор. Значит, есть ирония, такая в хорошем смысле автор владеет словом. Мне во всех отношениях понравилась пьеса. На самом деле автор решил только одну задачу для себя. Ну, я только одну как бы утрирую, но тем не менее. Это загнать как бы двух конфликтующих людей на очень маленькое пространство. У меня еще такая пьеса есть в Двум в лифте. Она тоже идет сейчас, ее возят по стране. И вот в замкнутое маленькое пространство загнать два конфликтующих ситуаций. В данном случае купе. В Купе, да. У меня лифт был, теперь купе. Дорога очень длинная. Да. Москва-Владивосток. Да, минимум интерьера как бы. Каждый там все это было бы играть. Что тоже, кстати, ценно для спектакля. Что ж, лучше, как говорится, прийти и увидеть все, и держать внимание. Это очень сложно на самом деле. Но там есть одна сложность в театре, когда они там выбрасывают в окно вещи. А дело в том, что как сделать таким образом, чтобы купе открывалось, а выбрасывали в окно. Окно-то напротив купе. А окно выходит на зрителя. В общем, зрители, приготовьте руки, будете что-то ловить. Да, да, да. Хорошо. Давайте не будем раскрывать, как решили эту проблему, потому что пусть сами придут и посмотрите. Я думаю, это будет интересная еще одна такая интрига. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель Театра «Артистическое созвездие» Евгений Важенин и писательница Ольга Степнова. Удачи новых вам совместных плодов творчества. Спасибо. Спасибо.